Шалом, шалом! Мы продолжаем изучать пиркевот, поучение отцов и становиться мудрее и мудрее, баязратошем с Божьей помощью. Перед тем, как мы начинаем изучать, мы помним, что мы говорим что у всего народа Израиля есть удел в будущем мире и мы все удостоимся этого. Итак, мы продолжаем и остановились на первой главе и продолжаем со второй Мишны. Шимон праведник был одним из последних мужей Великого Собрания и он часто говорил на трех основах держится мир, на Торе, на служении Богу и на благотворительности. Раньше называли мудрецов Торы по имени. Это сейчас мы знаем, что там Рав Шимон, Рав Моше или Раби есть различные титулы, но раньше больших пророков в том числе называли только по имени. Отсюда Шимон, Гилель и так далее, Антигнос, Нитай, которые будут упомянуты еще в главах, которые мы будем изучать. И со временем это все трансформировалось. К мудрецам Торы стал использоваться титул Рабан, еще позднее Раби, а в эпоху Талмуда Рав. И из этих трех титулов Раби важнее, чем Рав, а Рабан важнее, чем Раби. А собственное имя человека без всяких добавлений почестей, оно почетнее, чем все другие звания. И эта фраза из этой Мишны он часто говорил. На самом деле означает, что это было его самое любимое высказывание. Ведь знаете, у многих лекторов есть какая-то вот особенная его изюминка, или вот которую он часто старается упоминать, он горит этими, это его самое такое большое желание это передать. Он говорил о том, что на трех основах держится мир. На Торе, на служении Богу и на благотворительности. То есть, если бы не было этих трех вещей, Торы, служении Богу и благотворительности, мир бы не устоял. Это опора, благодаря чему наш мир вообще существует. С помощью Торы мы превозмогаем и выходим за пределы нашей чисто животной сущности, и движемся по сути совершенствования личности. Мы выходим за свои рамки, и она нам дает настоящую жизнь. Как прожить жизнь в служении Богу, служа и поклоняясь Всевышнему, мы совершенствуем свои взаимоотношения с Ним, и в том числе мы это ощущаем нашей душой. И благодаря этому мы обретаем покой, упование на Всевышнему, оно дает человеку просто большой кайф и спокойствие. И в добрых делах, то есть благотворительности, потому что совершая добрые дела, мы достигаем совершенства во взаимоотношениях вместе с людьми. И эти три правила, мы превозмогаем свою животную сущность, укрепляем свою связь со Всевышнему, укрепляем свою связь с людьми, что тоже очень важно. Теперь вы спросите, а когда же эти столпы рушатся? Что нужно сделать для того, чтобы эти столпы разрушились? Первое это Тора, значит нужно что-то противоположное Торе, и это прелюбодеяние. Совершая его, человек уступает своему животному инстинкту, и этот грех противостоит основам Торы, возгущающей человека над его с животной тягой. Идолопоклонство. Если у нас второй столб, это служение Всевышнему, то противоположность этому это идолопоклонства, когда мы отрицаем Всевышнего и находим в себе вообще что-либо другое. Это противоположность служения Всевышнему. И здесь интересно, что даже в тот момент, когда мы начинаем надеяться на нашего начальника по работе, вот почему мне директор задержал зарплату или не плачет, или начинаем обвинять людей в каких-то наших неудачах, в этот момент мы совершаем идолопоклонство, потому что мы передаем в вожжи управление со Всевышнего людям и говорим, это они решают и управляют нашей жизнью. Или же если мы гневаемся, то мы предаемся как бы идолопоклонству, потому что в этот момент мы не на связи со Всевышним. Мы злимся, да, на ситуацию, значит мы против Всевышнего. Очень интересный такой момент, надо задуматься. И третье это убийство. Конечно же, если мы говорили, что третий столб, на чем держится мир, это благотворительность и добрые дела, то противоположность этому это убийство, лишение человека жизни. В поколении иное человечество пало столь низко, что разрушило эти три основы мироздания, вследствие чего мир был погублен водами потопа. И более того, мы знаем, что наши праотцы еврейского народа, Авраам, Ицхак и Яков, тоже столпы, на котором держится вся наша вера и вся наша религия. Яков символизирует Тору, Ицхак символизирует служение Всевышнего, а Авраам символизирует доброту и добрые дела. Мы знаем, он был этим известен. Почему? Потому что Авраам славился своим необыкновенным гостеприимством, а также тем, что благодаря своим благодеяниям и отношениям к людям, он сумел завоевать очень много сердец человеческих и прославляя имя Всевышнего таким образом. Ицхака обрекли в жертву Богу, и он выразил готовность стать ею, осуществляя таким образом служение Господу. Мы знаем, что когда Авраам взял своего сына, понес на гору для того, чтобы принести же это приношение, казалось бы, Ицхак мог бы вырываться, уговаривать отца, нет, там как-то что-то придумывать, но нет, он полностью принял это, Всевышний так хочет, я удостоился сделать это ради Всевышнего. У него был просто битуль, о котором мы говорили на прошлой нашей встрече. Битуль, самоотречение себя. О Якове известно, что он не покидал шатров своих учителей, иными словами, занимался изучением Торы, будучи третьим преотцом. Яков ассоциируется с Торой, которая, в свою очередь, связана с числом 3. Тора в трех частях. Мы знаем, что Тора — это Хумаш, Пятикнижий Моисея, это пророки, Невим и Ктувим, Писание Ям. Дальше идем. Третья Мишна. Сегодня попробуем побольше успеть. Антигнос, лидер Сохо, он наследовал Тору от Шимона Праведника. Он часто говорил, «Не уподавляйтесь слугам, прислуживающим господину в надежде на награду. Ведите себя как слуги, которые работают не ради награды, и будьте богобоязнены». Антигнос, лидер Сохо, означает, что он руководил еврейской общиной в Сохо, и она находится на территории библейской Иудеи, и Сохо упоминается в книге Йошуа. Рамбам пишет, что когда ребенок начинает учить Тору, его нужно поощрять конфетками, орешками. Когда ребенка несут, мальчика трехлетнего, первый раз в Хейдер, в саде, где он будет учиться, то берут АЛЕФБЕС, буквы еврейского алфавита, разумеется, в подобающем оформлении, мажут их медом, и ребенок начинает пробовать сладость Торы. И вот эта вот позитивная мотивация делать что-либо, она очень, скажем так, мотивирует человека учить Тору, и очень вдохновляет его. То же самое мы видим, как во многих общинах в странах СНГ, да и в Израиле. «Приходи на уроки Тора, и будешь получать за это стипендию». «Приходи на уроки Тора, и за это у нас будет поездка за границу». «Приходи на уроки Тора, и подарки получишь». Всяческие подарочки на праздники постоянно позитивно мотивируют людей. Но здесь написано, что не уподобляйтесь слугам, которые служат господину ради награды. Для ребенка такая мотивация, это нормально. Более того, позже, когда он вырастает, ему уже обещают там красивую одежду купить, не знаю, нынешним детям, наверное, телефон получше купить, какую-то игровую приставку. А когда он уже становится взрослее, ему говорят, что там за учебу тебе будешь зарплату получать, или у тебя будет почет. Но говорит нам Антигнус, что постепенно нам следует преодолеть эти мелочные побуждения и начать служить Богу, не потому что нам платят стипендии, или мы получим конфетку, не потому что будет почет или зарплата. Служить Богу ради самого служения Всевышнему, ради самого ощущения, что я прилепляюсь к Нему, я вот с Владыкой Мира, я узнаю Владыку Мира, я делаю то, что он хочет, я выполняю его желание, потому что Бог, Он сам есть истина, следовать истине ради Него самой и служить Богу только из любви. И это потрясающе. И это тоже очень похоже на пример зерна, которое сажают в землю, на оболочку зерна. Оболочка, она защищает семя от жары и холода, и потом исчезает. Духовно неразвитому человеку требуется оболочка, эгоистическая мотивация, нам всем нужна мотивация, причем позитивная, а не из-под палки, которая поможет ему защититься от яростных порывов животного начала и холодного безразличия его телесных склонностей. Именно о такой, как бы, оболочке говорится здесь в примере, о том, что изначально обязана быть такая оболочка. Дорогие еврейские мамы, которые спрашивают, да, как же мне передать детям эту любовь ко Всевышнему? Вот эти заповеди, должна быть позитивная мотивация, поощрение, какое-то интересное участие, может в каком-то виде придумать, как это будет даваться малышу, награды, поощрения, бонусы, очки и так далее. Ну, конечно же, в первую очередь, это самому любить Всевышнего и гореть этим, а дети это, как правило, перенимают. Безраташе. И когда человек начнет расцветать духовно и осознает свое единство с Богом, то он избавится от всего наносного и не будет нуждаться в скрытых мотивах для того, чтобы исполнять божественную волю. Мы все растем, и безраташе будем расти еще больше. И интересно, что написано, и будьте богобоязнены. Любовь, как правило, к кому-то означает чувство комфорта и близости с каким-то человеком. Однако, хотя нам следует любить Бога, мы не должны чувствовать себя с Ним столь же удобно и расслабленно, как с близким другом. Наоборот, мы должны поддерживать в себе почтительность и разумное благоговение перед Ним, осознавая ограниченность наших собственных сил по сравнению с Его величием. Вот почему мудрецы называют богобоязненность это трепет перед Небесами, но никогда не упоминают о Любви к Богу, как о Небесной Любви. Любовь к Богу рождается тогда, когда мы чувствуем близость к Нему. Богобоязненность возникает, когда мы осознаем расстояние, то есть неравенство между нами, земными и ограниченными существами, и Его небесным трансцендентным бытием. Поэтому страх перед Ним и называется небесным. Это трепет, который мы ощущаем, признавая, что бытие Бога совершенно превосходит наше существование. И бездна, разделяющая нас с Ним, столь же огромна, как расстояние от земли до неба. То есть мы знаем, что во всей нашей жизни нужен баланс. Нужно и любить Всевышнего, чувствовать, как Он ближе к нам, чем воздух, как Он заботится о нас, Его желание, чтобы мы были в этом мире. Но в то же время испытывать трепет, потому что если и так, то всё, ты начинаешь относиться к человеку по-другому. То же самое, если в отношениях у семьи, между мужем и женой. Есть любовь, и это потрясающе, есть страсть, но нет трепета. Тогда вопрос, насколько долго будет эта любовь. Трепет — это такое уважение, почтительное отношение к, я не знаю, к личному пространству, почтительное отношение, что вот так нельзя с ним разговаривать, вот так мне нельзя с мужем, например, или мужу со мной, вот эта граница, вот она. То же самое и со Всевышним. Вот отсюда можно, да. То есть определить, вот это Всевышнему будет приятно или нет. И чувствовать, что да, есть у нас рамки. Это как правило того, что мы стараемся не молиться в пижаме или в халате. Мы стараемся молиться, уже будучи опрятно одетыми и чувствуя, что перед кем мы стоим. Мы стоим все-таки перед Владыкой мира. И вот это само осознание, да, пробуждение в себе трепета, оно очень полезно. Итак, из данной Мишны можно узнать о четырех стадиях служения Богу. Первое. Не уподобляйтесь слугам. В начале пути Мишны наставляет человека не становиться рабом своих животных инстинктов, когда единственной мотивацией, побуждающей его избавиться от духовного безразличия, является ужас перед последствиями прегрешения, так называемый низменный страх. То есть, не будь как слуга. Ой, если я не так что-то сделаю, Всевышний сейчас меня накажет. Или, ой, если я не так сделаю, я зарплату не получу. Не надо так служить Всевышнему. Это не то, что он хочет явно. Дальше. Не надо служить Всевышнему в надежде на награду. На втором этапе человека поощряют за верное служение Богу и возможностью получения духовных и материальных наград. Этот уровень называется низменной любовью, то есть, любовью, ориентированной на собственные потребности. Мы просим только то, что нам надо. Как вдруг нам что-то не додали, сразу бунт поднимем. Дальше. Не ради награды. Далее, человек осознает, что даже величайшая награда, это всего лишь подачка. Прас от слова пруса, ломтик. Небольшая часть, ничтожная в сравнении с величием возможности сблизиться с даровавшим их посредством исполнения заповедей. Именно это называется возвышенной любовью, бескорыстной. Я благодарна уже за то, что ты дал мне возможность выполнить эту заповедь. Я не жду награды или наказания тебя. Я благодарю тебя вообще за возможность это выполнить. Я благодарю тебя за возможность помолиться тебе. Вот это ощущение с радостью, с кайфом, с чувством, что это то, что сближает меня со Всевышним. А каждая наша душа чувствует эту тягу и тоску по Всевышнему, хочет с ним соединиться. Будьте богобоязненны. На этом уровне душа погружается в безмолвие и ее охватывает трепет перед великолепием божественной сущности. Даже ее желание приблизиться к Богу становится несущественным. Это называется высшим страхом и происходит на высочайшем уровне служения Богу. Как я понимаю, это достигается только посредством медитации, когда ты начинаешь просто вникать в какие-то в отрывки молитв, в проявления Всевышнего в этот мир и понимаешь, что это такая мощь, такое величие, и это пробуждает в тебе прям вот страх. Четвертое миссишно. Йосе бен Юэзер из Црейда и Йосе бен Йоханан из Иерусалима переняли Тору от них. Йосе бен Юэзер из Црейда говорит, пускай у тебя дома собираются на совет мудрецы, присмыкайся во прахи у их ног и жадно впитывай каждое их слово. Йосе бен Юэзер, видите, здесь видна цепочка точно достоверна, кто от кого получил Тору на Грисинай, может, от Всевышнего он передал старейшину, кто кому передали. И вот Йосе бен Юэзер из Црейда и Йосе бен Юэзер из Иерусалима переняли Тору от них. Сказано, что Йосе бен Юэзер к Мишне называют самым праведным коином из всего священнического сословия. Пускай у тебя дома собираются на свет мудрецы. Подготовьте свой дом таким образом, чтобы если мудрецы пожелают собраться вместе, они сказали бы давайте встретимся в доме у кого-то. То есть, посмотреть на мой дом. А вот это нормально, что здесь стоит. А как еще, может быть, атмосферу сделать? Может быть, еще еврейских книг? Может быть, у нас дома недостаточно еврейских книг? Может быть, мне на дверь Мизузу повесить? Пусть мой дом будет таким, чтобы когда мудрецы моего города будут собираться, они бы сказали, что мы можем и хотим пойти вот в этот дом. И когда мудрецы придут к вам, в этом случае вы сможете принять часть их мудрости, подобно тому, как человек, посещающий парфюмерную лампу, вдыхает и впитывает ароматы. И это окажет влияние на атмосферу в нашем доме. Чем больше слов Торы в нашем доме, уроков в нашем доме, гостей приятных мудрецов Торы в нашем доме, тем больше меняется и сама атмосфера нашего дом. Почему сказано во прахе у их ног, сядь у ног мудрецов, чтобы учиться у них и следовать за ними по пятам, и со временем ты станешь одним из них. Это значит, что не стесняйся, что вот там, как я буду за ними следовать, а как это, нет, ты должен желать быть ближе к святости, вау, почитать этого человека. Знаете, как раньше многих звезд, там их фанаты могли просто бегать за ними и прям вот жаждить хотя бы какой-то встречи. И здесь сказано, что вот ты должен вот прям желать получить от них. Хозяин дома может совершить две ошибки. Первая, он может решить, что не будучи ученым, не имеет права участвовать в беседе мудрецов. Вторая, оказывая им покровительство, он может испытывать снисходительность по отношению к тем, кого он опекает. Чтобы опровергнуть эти заблуждения, Йосебен Йозер сказал, в опрахе у них ног, что означает, во-первых, что хозяин должен присутствовать на собрании мудрецов, даже если он не может принимать участие в спорах с ними на равных, но он должен быть. А во-вторых, проявлять скромность, потому что он достиг только уровня их ног. То есть, то, что ты, да, должен присутствовать, но при этом помни, что у тебя такой уровень, куда тебе надо еще стремиться. И почему здесь написано «Присмыкайся в опрахе у их ног и жадно впитывай каждое их слово». В Мишне говорится о прахе, о фар, у ног, как бы у праха, у ног мудрецов, а не о пыли, о вак. Прах обладает положительными качествами. Например, как удобрение для растения, для роста растений. Кроме того, его частицы могут слепаться, что является выражением смирения и стремления к единству. А пыль, она не помогает плодородию, и все пылинки, они разлетаются порознь. Поэтому ноги мудреца покрыты именно прахом, ведь даже его ноги, нижайший аспект бытия, проникнуты смирением и единством. Понятно, что это имеется в виду не в прямом смысле «примыкайся у праха ног мудрецов». Это все то, что мы можем взять для себя, для духовной нашей работы. Почему сказано «Питывай каждое их слово», буквально «Пей». Назначение нашего питья, оно для того, чтобы правильно распределяться по всему нашему телу. И более того, вода помогает распределять все питательные вещества, содержащиеся в еде, по всему телу. Подобным же образом, учесть Тори у истинных мудрецов, человек позволяет своим собственным познаниям в Торе раскрыться и распространиться на все аспекты его бытия. Даже то, что мы уже когда-то учили, иногда мы можем «Ааа, так вот оно как!» это все опыт, который работает посредством накопления. «И жадно поступай подобно тому, как измученный, зноем и жаждой пьет воду, а не тому, кто присытился и у него вызывает отвращение даже вкусная еда и сладости». Человек всегда должен чувствовать, что еще, еще учиться, еще мудрость Торы, еще учеба, как летом мы идем по жаре, где-то там в пустыне, и мы хотим пить, вот так относиться к учебе, не «Ааа, опять урок Торы», а жадно впитывать. И пусть наши встречи здесь помогут насыщать нашу душу и будут жизненной такой водой для нашей жизни и большим благословением. Вот, дорогие друзья, спасибо, что были со мной. И на следующий, завтра мы продолжим от пятой Мишны. Мы сегодня три Мишны проучили, большие молодцы. Спасибо большое.